Этот человек не блогер, это не кино и нежелание стать популярным и заработать имя на многочисленных лайках в сети. То, что сейчас происходит на экране, связующее звено между пациентом и врачом. И тем и другим непросто, когда смысл жизни в самой жизни. Заведующий отделением ультразвуковой диагностики областного онкоцентра Ольга Облекова на связи с пациентами круглосуточно. Ультразвуковое исследование поверхностных структур практически не требует никакой подготовки. При обследовании молочных желез мы соблюдаем дни цикла у женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте. В стримах, проще говоря, прямых эфирах она отвечает на вопросы, которые пациенты напрямую практически никогда не задают. С учетом диагнозов так проще и легче, отмечает начальник отдела по связям с общественностью областного онкоцентра Алена Гарина. Работать в онкоцентр она пришла в 17 лет сразу после школы. Колледж окончил экстерном, чтобы трудоустроиться в регистратуру. До сих пор вспоминает случай, который врезался в память навсегда. Через некоторое время я увидела молодого человека, моего ровесника, очень доброго, светлого, отзывчивого мальчика, который был пациентом онкодиспансера, но помогал, шутил, как-то всех подбадривал. Как оказалось, его родители и он сам достаточно поздно обнаружили какие-то тревожные симптомы. Когда они обратились к специалистам, было уже достаточно поздно. Через некоторое время молодого человека не стало. Мы ездили провожать его всем онкологическим диспансером. Но этот образ, его навсегда врезался в моя память. Эта история перевернула представление о том, как общаться с пациентами, делится Алена. Чтобы люди были осведомленными о заболевании, чтобы было меньше мифов, чтобы они не боялись просто сказать, мне больно или плохо, или психологически тяжело. Алену спустя некоторое время, следуя своему порыву помогать людям, перешла в отдел пиара и возглавила его. Так, у областного онкоцентра появился паблик ВКонтакте, который спустя годы набрал большое число подписчиков и стал востребованным. Не все вопросы успевают задать, не все вопросы возникают сразу. Уже через какое-то время появляется большое количество новых вопросов, которые требуют ответов. И не все могут приехать опять на очную консультацию к специалисту в силу различных причин. Поэтому, конечно же, очень удобно написать, задать интересующий вопрос в паблик учреждения, зная, что здесь опытные специалисты всегда ответят, подберут нужные слова. Официальная страничка онкоцентра появилась 10 лет назад, в 2013 году. Обычно критериями успешности считаются цифры, например, количество подписчиков. Но для онкоцентра, поясняют специалисты, этот показатель не является ключевым. Куда больше важна обратная связь между пациентом и врачом. Страницы, так называемые паблики в соцсетях, сегодня активно ведут органы власти и подведомственные учреждения. В Самарской области создано около 3000 страниц госучреждений ВКонтакте. Помочь новичкам, а также развивать компетенции профессионалов призван Центр управления регионом Самарской области. В прошлом году специалисты ЦУР провели 36 обучающих семинаров для администраторов госпабликов ВКонтакте. Секрет популярности госпабликов очень прост. Они приносят пользу жителям и оперативно решают их проблемы. Люди пишут комментарии в официальной группе муниципалитета. Вопрос через систему инцидент-менеджмент сразу направляется в работу исполнителя. Паблики, подключенные к системе ВК, имеют суммарный охват аудитории больше 2,5 миллионов пользователей. Самарская область действовала на опережение и уже получила 1210 меток госорганизации в социальной сети. Сотрудников госучреждений регулярно обучают правилам создания и оформления публикаций, учат налаживать коммуникации с пользователями и медиапланированию. Активно работает в госпабликах и администрация городского округа Самара. Это не только способствует привлечению заинтересованной аудитории, но и помогает своевременно реагировать на просьбы жителей города максимально оперативно решать самые актуальные и наболевшие вопросы. Пользу страничек органов власти и подведомственных учреждений в соцсетях отмечает у губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, формирование доверия между властью и обществом – одна из приоритетных задач. Госпаблики – это шаг к доверию. Мы стараемся работать так, чтобы деятельность администрации городского округа Самары, всех отраслевых департаментов, всех подведомственных учреждений была понятна для жителей Самары, чтобы все муниципальные услуги были доступны для жителей Самары, чтобы им было удобно получать их. Мы призываем всех жителей Самары подписываться на госпаблики Самары, добавлять себе в закладки, быть активными пользователями и читателями новостей госпабликов. Система госпабликов предполагает единый стиль – удобные кнопки, полную информацию о работе госорганов. Почти из трех тысяч госстраничек, зарегистрированных в нашем регионе, около 500 – паблики городской администрации. Это группы районов, департаментов школ, детских садов и других учреждений. Одной из главных задач таких страниц являются быстрые ответы на обращение жителей. Наполнение пабликов полезным контентом и оперативная связь с горожанами – одна из задач муниципального центра управления Самары. Это не только новости, это не только справочная информация о том, в какие часы или на каких условиях работает та или иная организация, с какими документами нужно прийти для получения той или иной услуги. Но это, конечно же, живая отработка сообщений, буквально в режиме онлайн. Одним словом, сделано все для того, чтобы реакция чиновника или работника муниципального учреждения была максимально быстрой. Таким образом, специфика и специализация учреждения, создающего госпаблики в сетях, не имеет значения. Полезными, яркими, а для кого-то любимыми становятся те страницы в социальных сетях, которые ведут специалисты, не только увлеченные своим делом, но и понимающие, что они делают это для людей. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов.